Всем привет, ребята! Сегодня я вам хочу показать, какой макияж актуален на 2016 год и показать всякие трендовые техники и так далее, которые многие из вас уже наверняка знают, но я просто решила собрать все в одно и подытожить. То есть, чем вы напишите, боже, как много макияжа. Естественно, я не советую так краситься на каждый день, я сама так не крашусь на каждый день, но это то, что сейчас модно и хотите вы этого или нет, это так. Я просто вам показываю и вам решать, стоит ли вам так делать или нет. Первым делом я, как всегда, смешиваю праймер с тональным кремом от L'Oreal и наношу на лицо. На данный момент очень актуальны желтые и золотистые оттенки на 2-3 тона темнее натурального цвета кожи. И далее своей новой кисточкой от Kailin я растушевываю все, что нанесла. Кстати, она мне безумно нравится, ею можно не только растушевывать, но и легко наносить продукт. Далее под глаза консилер я наношу в форме перевернутого треугольника, поскольку это не только скрывает мешки под глазами, но и создает эффект лифтинга. И также высветляю и другие зоны, которые приняты. Теперь переходим к затемнению. Сначала я использую моделирующую пудру от Anastasia Beverly Hills в более светлых оттенках, а потом добавляю совсем немного более темного цвета из кремовой палетки от MAC. Мне кажется, таким образом финальный результат будет выглядеть гораздо естественнее, но если же вам нужен более драматический эффект, то используйте только кремовые и темные цвета, а для более повседневного макияжа наоборот. Далее, чтобы скулы выглядели еще более выразительнее, я высветляю зону под ними. И, наконец, мы переходим к бровям. Думаю, ни для кого не секрет, насколько важной частью лица стали брови в последнее время, и именно поэтому над ними стоит особенно попотеть. Красивыми считаются широкие и густые брови с плавным началом. Лично я люблю тенями для бровей прорисовывать по контуру сверху и снизу, при этом сверху немного выхожу за контур, чтобы создать желаемую форму, и, наконец, при помощи щетки для бровей растушевываю и распространяю продукт на те места, где есть пробелы. Этот вариант идеально подходит девушкам с густыми бровями, поскольку если заполнять отдельно и внутри, то будет смотреться словно нарисованным фломастером. Это не очень красиво. Теперь мы будем делать бейкинг. Про него я уже рассказывала в одном из своих видео. Просто нанесем рассыпчатую пудру на зоны, которые до этого мы высветляли и оставим на несколько минут. И после смахнем кистью. Это выглядит абсурдно и смешно, но эффект того стоит. Кожа выглядит буквально идеальной. Кстати, эту технику принято использовать скорее для фотографий, чем для повседневного макияжа. Я также решила добавить немного бронзера для большего контраста. Теперь пришло время теней. Я использую свою палетку от Morph, где собраны все самые актуальные оттенки этого сезона. И в этот раз я решила использовать коричнево-фиолетовые тона. Далее вы все наглядно увидите. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается подводки, я лично предпочитаю останавливаться на середине века, но вообще более модно доводить HD внутренних уголков глаз. Это делает взгляд более хитрым и секси. Далее я заполняю губы карандашом от MAC в цвете Nice and Spicy, выходя за натуральную линию губ, чтобы сделать их зрительно больше. В 2016 году более актуально использовать жидкие матовые помады, но и карандаши, на мой взгляд, ничем не хуже. Под конец я подкрашу свои нижние реснички и за кадром приклею накладные ресницы от Huda Beauty. Я все еще не хороша в этом, поэтому простите меня, если что-то вышло криво-косо. Кстати, завершенный вид очень зависит от ресниц. В 2016 году отдается предпочтение таким маркам, как Huda Beauty, Lily Lashes и House of Lashes. Напоследок я также добавила немного хайлайтера на выступающую часть скул и надпровью. На этом все. Все названия продуктов, которые я использовала, вы сможете найти в описании под видео. Спасибо вам огромное за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok